Здравствуйте! Вы смотрите Акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы, первым секретарем Омского обкома КПРФ Александр Алексеевич. Здравствуйте! Дума ушла на каникулы. Как Вы оцениваете работу Нижней Палаты Парламента за этот период? На что телезрителям нужно обратить внимание? Как Вы считаете в нашем с Вами разговоре, что там такого важного за это время случилось? У меня напрашивается встречный вопрос. Это неправильный вопрос, а с Вашей точки зрения, что важного сделать? Александр Алексеевич, там столько всего напринимали, мне аж нехорошо, как гражданину Российской Федерации. Ну, отчасти Вы, конечно, ответили на этот вопрос. Но на самом деле Государственная Дума, оценивать депутату, действующему работу органов, которым он состоит, наверное, не очень с руки. Я думаю, что граждане должны были бы определиться, почувствовать, что сделала Дума. Вот по моим ощущениям, Дума последовательно выполняет задачу по защите того, что происходит в нашей стране, по сохранению того, что есть в стране. А в стране, наверное, для каждой группы населения, а я убежден, для абсолютного большинства наших граждан, хорошего особо ничего не происходит. Если происходит, то, как правило, со знаком либо большой, либо не очень большой, но минус. На самом деле Дума напряженно работает, можно так трудиться, если вы три дня в неделю, идут пленарные заседания, каждому пленарному заседанию выставляется повестка дня, в ней многие десятки, как правило, законопроектов, которые обсуждаются. Либо в третьем чтении начинается обычно работа, либо второе чтение, либо первое чтение, где обычно обсуждение, как правило, затягивается, достаточно долго идут. Ну, то есть работа идет, шумим, брат, шумим, как говорил герой одного известного классического произведения Грибоедова «Горе от ума». Дума принимает законы технические, есть законы, которые уточняют положение дел, что касается регламентов, что касается правил дорожного движения, как бороться с нарушителями. Но в конечном итоге все выходит на ужесточение требований, хотя, если говорить внешне, ну, наверное, повышать штрафы, поборы всякого рода порой необходимо, но вот то, что линия направлена только на это, это очевидно. Второе, на что обратил бы внимание, что законы, которые Дума принимает, не облегчают или не улучшают, лучше сказать, материальное благосостояние большинства людей. Да, какие-то точные законы для какой-то категории возрастной принимаются, но если смотреть общий фон, то в целом положение наших граждан не улучшается, а статистика просто говорит сразу, несмотря на бурную деятельность, так скажем, парламентариев и, прежде всего, Единой России, потому что, ну, что греха таить, здесь, ну, прежде всего, наша фракция может обозначать позицию, ставить вопрос перед этим, а Единая Россия сносит все, ну, сносит, отвергает все вопросы, которые связаны с важными экономическими, социальными, духовными аспектами жизни нашего народа, защищает существующий порядок вещей, ту политику, тот курс, который избрал президент, который реализует правительство, ну, вот с тем успехом, который приводит в конечном итоге, что, ну, по сути дела, уже шестой год уровень жизни населения падает, да, это общепризнанно, с этим никто не спорит, хотя там говорят. А вообще, вот после зимних каникул, так скажем, в Думе очень много усилий, и Единая Россия, и руководство Думы в лице председателя уделяет активизации работы по реализации национальных проектов президента, которые обозначены в майском указе. Пожалуй, вокруг этого, так сказать, больше всего ведется разговоров, когда мы слушаем, а в Думе есть такая форма отчеты, правительство было, это, ну, это, как говорится, вершина, а до этого отраслевые министерства, а точнее министерства, министры правительства рассказывают о своих успехах. Ну, наверное, памятное событие связано с тем, когда министр экономического развития, господин Орешкин, был, по сути дела, отправлен, как не подготовленный, к этому разговору, так сказать, с трибуны Государственной Думы. Ну, это детали. Вот набирается всякая и мелочевка, из которой пытаются, ну, такие экономические мухи или социальные мухи, которые пытаются раздуть до размеров слона, связанные там с демографической политикой, с какими-то проблемами детскими, здравоохранения. Но на самом деле отдачи нет, и ситуация, на наш взгляд, если не усугубляется, то не улучшается. Да, усугубляется, Александр Сеевич, по себе я знаю, вижу. Ну, я, так сказать, не хочу с самого начала говорить, что Дума сопровождает процесс, так скажем, стагнации, а то и угасания очень важных проблем, а точнее угасания тех направлений, на которых бы могла страна подниматься, мог бы наш народ повышать уровень своего благосостояния, и вообще ситуация бы изменялась. И это с одной стороны. А с другой стороны, безусловно, в зачет Думе и его законотворчеству, при поддержке политики, я имею в виду, прежде всего, Единая Россия, правительство, президента, это нежнейшая забота о крупном финансовом капитале, о крупной буржуазии, которая в этих условиях, в общем, получает достаточно серьезные преференции, которые выражаются не просто, там, в режиме льготном и так далее, а которые выражаются в реальных доходах. Банковский сектор, вот сейчас данные показывают, банковский сектор за прошлый год увеличил свои доходы в 1,7 раза. То есть приближается в 2 раза. Если бы наша экономика могла, или хотя бы какие-то отрасли, в 2 раза увеличивать свое производство, объемы, доходы и так далее, нет. Только банки за счет чего? За счет тех самых ставок, за счет кредитов, за счет долгов населения. Вот здесь, в Думе, Дума справляется с задачами, но не Дума в целом, а прежде всего Единая Россия, имеющая абсолютное большинство в Думе. Поэтому, с одной стороны, не очень приятно слышать, когда вы там в Думе ничего не знаете, не занимаете. Уважаемые товарищи, особенно кто понимает ситуацию, вы должны понять, что при том составе Государственной Думы, когда Единая Россия имеет более чем конституционное большинство, все, что она принимает, при всей нашей риторике, голосовании против, они протаскивают, продавливают эти вопросы. И в итоге, ну, виноваты вроде как все депутаты. Хотя, поверьте, наша фракция постоянно атакует, контратакует, но процедура голосования таковая. Большинство, у кого большинство, те законы проходят, да, или отвергаются эти законы. И эта линия, судя по всему, будет продолжаться, потому что никаких выводов из отчета правительства, судя по всему. И правительство само считает, что оно ведет правильный курс, что в стране все, в общем-то, налаживается, жизнь, что все растет, поднимается, что мы все преодолеваем. Хотя, на самом деле... Так что, никто особо же не возмущается? Реальная статистика, да. А самое главное, Дума и не будет принимать важные законы, пока народ безмолвствует, пока народ молча глотает вот все эти новые поборы, новые законы. Значит, народ в основной массе это устраивает. А если не устраивает, то ее недовольство выражается не в тех формах, которые могут понудить правительство и Единую Россию, и Государственную Думу в целом, принимать законы, которые обеспечили и экономический рост, а значит, социальные возможности и решение всех задач, связанных с условиями жизни и труда людей. Александр Сеевич, премьер-министр Дмитрий Медведев, кстати, о поборах, на всю страну заявляют, что налоговая нагрузка не будет увеличиваться 6 лет. И тут же Минфин сообщает о планов добавить 6 налогов из неналоговых платежей в налоговый кодекс. Можно еще и мусорную реформу сюда же приписать, да, это же тоже со всех, без исключения. Они же правительство-то вроде одно. Одно. И оба лукавят, получается. Лукавят, а почему не полукавить? Ну, обещать, извините за уже затасканное выражение, обещать не значит жениться. Вот. И здесь правительство действует, и президент по такой схеме и действует. Они постоянно ищут возможности пополнения бюджета не за счет богатых. Вот мы с вами говорили важное решение. Сейчас опять продлили... Я не говорю, что это важное решение. Для народа это решение, так сказать, важное только в том плане, в понимании, что кому служит эта власть. Продлили амнистию капитала. Нас там уверяли, что это уже другая, это третий раз. То есть президент там в своих посланиях зовет, верните деньги сюда, давайте будет, пусть они здесь работают. А много вернулось, Александр Васильевич? Много вернулось капиталов? Капиталы вернулись так толком и не говорят, но это мизер. Вернулся мизер, там перерегистрировались у нас около, по-моему, 11 тысяч этих единиц. На самом деле из страны-то ушли триллионы и не рублей, а долларов. И продолжают. Да, и продолжают, вывоз капитала продолжается, эти тенденции идут. Но их, им дают огромное налоговое послабление. То есть заставить людей, которые имеют гигантские средства платить налоги, не могут. Но здесь в чем особый цинизм? Ведь все крупные состояния, которые созданы в России, они же по своей сути жульнические. Это же не те деньги, которые люди заработали благодаря своему особому таланту, изобретениям. Каким-то, как сегодня можно говорить, стартапам они двинули производство. Они прибрали, по сути дела, жульническим путем, мошенническим путем, прибрали общенародную собственность, растащили, распродали, вывезли, спрятали. Теперь их там начали прессовать, я имею в виду на Западе, требовать, объясните, происхождение капитала. А им что объяснить? Ну, украли мы, что скажешь, да? Вот. Деньги не дают им пользоваться. Им говорят сейчас наши. Вот вам остров русский, вот вам там, скажем, якобы островы, наши собственные офшоры, где вы приходите и здесь прячете свои деньги. Мы покараулим, чтобы вас не обижали. Хотя казна могла бы резко пополняться за этот счет, но их не трогают. А кого трогают? Трогают рядовые граждан, у которых, как говорится, в кармане вошь на Аркане и будут целеем повышать. Разными путями, через вот эти поборы, тарифы и так далее, превращение, так сказать, того, что раньше было, ну, акцизом или сбором, превращать это будут в налог. Да, сейчас они чуть-чуть притихли, но, видят, реакция не очень. И так набралось много, да? Пенсионная реформа. И следом мусорная тут, и НДС тут. Ну, все, все накапано. Поэтому придержали, но то, что эту линию будут, если не в этом году, то через какое-то время опять запустят, это очевидно. А почему не запустить? Ну, народ же будет платить. И платит, и будет. Я не видела особых возмущений по поводу мусорной реформы. Может быть, люди еще не получили квитанции, может быть, они не поняли еще, что это такое. Но мы сколько выходили на пикеты, мы проводили пикеты, митинги, мы звали всех на наши акции, поддержите. В каждом районе города проходят, все местные отделения проводят. Я не увидела массового возмущения людей мусорной реформой. Ну, варианты здесь есть какой. Первый вариант, это, так сказать, видимо, у людей, я, конечно, это говорю с иронией, доходы позволяют для них пустяшно заплатить несколько сот рублей каждый месяц дополнительно к тому, что имеют. Но на самом деле ситуация не такая. Раз. Второй момент. Боязнь, трусость, глупость, извините меня. Чего бояться? Все забрали уже. Тем не менее, бояться, мы с вами как-то приводили пример по этим делам, когда у нас, ваш же журналист обратился, обращался к человеку, у которого в квартире прописано много людей, а она работает техничкой, да? И она стала бояться, что они, видимо, отнимут эту грязную половую тряпку, если она на камеру расскажет, выразит свое отношение. Ну, если такое, вот, наши несчастные ветераны, так сказать, люди, не хочу называть их там старики и старушки, ну, они, видимо, края вообще, так сказать, теряют, что это безобразие, просто безобразие. Молодежь, ну, наверное, руководствует чем-то другим. У меня еще один есть вариант объяснения вот этой пассивности. Вот сейчас пошла информация о том, как идет реформа по стране, ну, выясняется, что, допустим, в тех, ну, наших хорошо известных республиках Северного Кавказа, там, знаете, за мусор платит 15% населения, а в целом по стране около половины. Ну, наверное, другая часть, которая уже перестала платить за коммунальные услуги и все прочее, решит, что, ну, больше-меньше мы все равно платить уже не будем. С одной стороны, безумству храбрых поем и песни, с другой стороны, для меня это признак маргинализации населения, когда он, ну, перестает вообще понимать, что такое, как происходит, что, ну, что со мной, мне уже, как говорится, хуже не будет, пусть они принимают что угодно, на, я буду рыться по помойкам, помогать сортировать этот мусор, я имею в виду, не на этих предприятиях, а на свалках, которые в городе существуют. Ну, это позиция народа. Либо это вот апатия предтеча взрыва. Такое может быть. Я повторяю, мы многое можем понять, мы не можем знать, с какой скоростью развивается народное возмущение. Вот сейчас вот такая ситуация, вроде бы, как говорится, народ все проглатывает, любой закон, любое насилие, любое надругательство, любые поборы. Но как долго? Я думаю, что и власть руководствуется, когда, я не раз говорил, поднимает все эти выплаты, тарифы, поборы. Ну, она видит, а что, народ молчит, терпит, значит, все, можно продолжать дальше. Или кто-то, если протестует, то ходит персонально, там, ну, к депутатам приходит, или приходит во власть, там, плачет и прочее. Я просто вспоминаю вот эту восточную историю про, по-моему, Тамерлана, был такой завоеватель Средней Азии в средние века, который осадил один город и потребовал, или вы мне заплатите такую-то дань, или я, так сказать, захвачу и вырежу все население. Ну, ему заплатили. Ну, заплатили, он постоял, говорит, нет, еще. Ну, они все там плачут, рыдают, у нас ничего нет, все кончилось, он, нет, либо отдаете, либо вырежу. Собрали, отдали. Третий раз, то же самое, слезы, крики, вопли осажденного голода, мы все отдали, великий хан. Нет. Четвертый раз послал гонцов, давайте еще платите. Возвращается гонц и говорит, ну, что там в городе? Они, говорят, всех смеются, хохочут и так далее. Ну, теперь снимаем осаду и пошли, мы все у них забрали. Ну, наверное, вот где-то по такой системе, ну, пока, видимо, людям есть из чего платить. Есть еще одна загадка, но выясняется, что примерно непонятно, откуда в нашей стране у граждан примерно каждый четвертый рубль в их. То есть примерно 25% доходов населения неизвестного происхождения. Ну, это, видимо, работают серые схемы, которые позволяют тем или иным перебиться. Поэтому будут новые налоги, будут новые страховые возмещения, будут ситуации и с дачами, и с недвижимостью со всей. Готовьтесь. Они же не остановятся, Александр Алексеевич. Нет, они не могут остановиться. Было бы понятно, вот ситуация, как им останавливаться. Я вот недавно обратил внимание, ну, про Прибалтийские республики у нас пишут, да, там эти фашистики вылезли, там гонения на русский язык, а фактически на русскоязычных. Там они требуют репрессий против, санкций более крутых против нашей страны. Я думаю, а как же там, в общем-то, народ живет? И взял, посмотрел, сравнил ситуацию. Мы живем в Омской области, город Омск, а есть Латвия. Ну, просто в советские времена я, так сказать, дикарем там отдыхал неоднократно в тех краях. Вот, и знаю, мне, в общем, нравился и народ, и условия там были, хотя мы комнатенку снимали. Я посмотрел бюджет города Риги. Население Риги менее 700 тысяч человек. Бюджет около миллиарда евро. Пересчитываем на этот курс. Это значит, что бюджет Риги 770 миллиардов рублей, если в рублях считать. У нас с вами город в полтора раза почти больше по населению, чем Рига. А бюджет у нас сколько там, 18 миллиардов? Рублей. Да, рублей, а там 70 миллиардов, то есть сколько? В пять раз, да, как минимум, ну, в четыре раза пусть, в четыре раза больше, да? А если брать на душу населения, то будет в пять раз выше, да? Так, за счет чего? Ну, то, что Латвия в разы в несколько раз меньше в Омской области, это ладно. То, что там природных ресурсов, кроме Балтийского моря и кильки, ну, которая превращается в рижские эти шпроты, которые мы наложили эмбарго там, не завозим и так далее. Откуда? Почему такая разница? У нас тоже есть в Ртыше песок, мы тоже, так сказать, и даже немножко еще дерево осталось там в Урмане на севере. А поля наши, хлеб, которые... А вот самое-то главное, там в Латвии-то что, ну, дюны, долгая дорога или короткая дорога в дюнах, это уже другой вопрос, но там сельхозугодий сравнить нельзя. А в разы? За счет чего? Ну, у меня пока объяснено только одно, не за счет мастерства, там, трудолюбия и все прочее, тем более, они неконкурентоспособны, они же в Евросоюзе там находятся. Вот, только за счет того, что нет налогового грабежа, так как у нас делается с нашей, допустим, с нашим регионом. Когда выкачиваются деньги из региона, все идет в Москву, ну, система колониальная получается. А, то есть, у них платежи идут? Да, у них остается, да, при этом, то есть, я полагаю, что мы при нашей промышленности, в Латвии-то тоже промышленность развалилась, как у нас там, да и не было такое, как в Омске промышленности, там, всю Латвию собери вместе и всю Прибалтию. Такую, и то не сравнится с нашим. Ну, вот, вот такие расклады. Поэтому у них в разы больше пенсии, у них в разы больше, так сказать, минимальная оплата труда, у них все по-другому. Почему? Повторяю, в бедной, всегда бедная была эта страна, живут много богаче, чем мы на просторах наших необозримой родины. Богатейшей родины. Да, значит, власть, значит, коррупции, наверное, так нет, значит, воруют, наверное, меньше, хотя воруют везде, это понятно. Ну, у нас, наверное, очень сильно Александр Алексеевич. Ну, у нас воруют через край, вон, опять, там, сказать, подняли, нецелевое использование. Мы говорим, счетная палата, опять около 800, по-моему, миллиардов рублей. В основном на госзакупках. Нашли, да. А мы совершенствуем закон, мы там пытаемся ввести, вот, вы спрашивали в первом вопросе, важные законы. Нет, все отбиваются о том, чтобы был, может быть, один, как говорится, поставщик этих продукций. Все схему настолько мутной делают, что, ну, не воровать им просто не удается. Не удается устоять от соблазна в этой путанице устраивать, отбирать людей, бюджеты. Ну, мы с вами знаем, я думаю, будут еще репортажи на вашем канале, как даже в нашем нищем городе, так сказать, пытаются нажиться на реализацию тех или иных национальных, так называемых, проектов, да, так сказать, комфортная среда и так далее. Это наглость, это бесчеловечность, это, я не знаю, как это называется вообще. Когда национальная идеология становится прибыль, национальной идеей, доход нажива. Разможет, дорогая национальная идея, Александр Алексеевич. Вот ее, они не говорят об этом, но и власть, и у президента, и у правительства, и у единой России, идеология одна, наживая. Другое дело, что они обеспечивают этот процесс для вот этого круга лет, лиц, которые связаны, прежде всего, с финансовым капиталом. Ну, отчасти с сырьевиками, которые тоже превращаются в финансистов, финансово-промышленный капитал, он грабит его, обеспечивает. А остальные, как получится, остальные молчат, ну и получают соответствующие. Информация прошла в СМИ, что майские указы президента по заработной плате бюджетников выполнили 4 региона из 85. Омская область в это число не вошла. А вот недавно была новая порция национальных проектов. А зачем господин президент все это затевает? Майские указы, национальные проекты, никто ничего не выполняет. 4 региона из 85. Для чего все это нужно? Не выполняет это одно, не спрашивает это второе, не наказывает это третье. А нужно президента делать национальным лидером, заботником о проблемах народа, человек, который понимает, что люди должны жить хорошо. Вы обратите внимание, как выстраивается и послание президента, и отчет правительства. Если кто следит за этим внимательно, все начинается с тематики, так скажем, гуманитарной. Есть острая проблема, все знают, демографическая. Президент говорит, мы справимся с этим. Премьер вторит ему, справимся с этим. Страна вымирает. 30 лет справляются. Страна вымирает. Теперь уже валить на последствия Великой Отечественной войны, страшных потерях, во имя победы, независимости, суверенитета нельзя. Теперь они все больше признают, что это последствия 90-х годов, то есть последствия перехода к рынку, реставрации капитализма. И сегодня все регионы у нас, за исключением, по сути дела, республик Северного Кавказа, мусульманских республик, там у нас в Сибири, по-моему, Тывай, еще какой-то регион, там нет сокращения населения. Остальные, и прежде всего русскоязычные, а точнее русские, исконно русские территории, они просто вымирают. Это создание таких условий. Вот теперь говорят, то есть они видят, заботятся, но процесс этот продолжается. И в ближайший период выхода, нет, мы сокращаемся. Я здесь недавно столкнулся с материалом, хочу его еще перепроверить. Один социолог, кстати, работает в высшей школе экономики, это у нас университет, который, так сказать, плодит либералов, и его, по-моему, самый громкий выпускник, это как раз Максим Орешкин, министр экономического развития. Они сделали вывод, восхищаясь работой наших правоохранителей, какая-то странная цифра нарисовалась. Вот ее надо проверить, может объяснять что-то, какие-то они нелады. Они взяли на учет всех умерших и всех живых в России. Правоохранители, ну, базу данных создали, но это, наверное, правильно, они должны защищать граждан, знать кого. Так вот выясняется, что свидетельство о смерти у стольких людей, их уже нет. А живущих, оказалось, 90 миллионов на территории нашей страны. Мягкий вопрос, где еще 50, если верить цифрам президента, где еще 56 миллионов? Я не сомневаюсь в том, что правоохранители, ну, при современных технологиях, базе учета, они, ну, поголовно, конечно же, все собирали информацию. Вот мне в перспективе буду разбираться, куда, куда. Если на самом деле такие гигантские потери, то как? Как жить, что у страны светит? И еще один аспект. Сейчас появились данные о количестве рабочих мест, создаваемых. Как вы думаете, где у нас основная масса тружеников на рабочие места создаются? Москва, Питер. Совершенно верно. А какие там рабочие места? Топ-менеджеры? Ну, да, клерки. Клерки? Клерки, сфера условий. Это не рабочие, ну, это рабочее место, конечно. Для меня рабочее место – это завод, производство. Да, это производство материальных благ, прежде всего. Так вот, там в Москве, по-моему, создали свыше 800 тысяч, в Питере свыше 200 тысяч, а в остальных-то ведет сокращение. Из чего, во что мы превращаемся? Александр Алексеевич, мы всей страной в Москву переедем и в Питер? Мне кажется, это невозможно. Ну, наверное, к этому планируют, освобождают территорию. Для кого? Это раз. Вахтовым методом обслуживать наши сырьевые источники, да, там, новую Сабету, сжиженный газ, там, или, так сказать, нефтегазоразработки. Но эта страна так жить не может, она понятна, территории и богатства эти, они в современных условиях будут играть все большую роль. Александр Алексеевич, так они, может, надо что-то делать, чтобы мы уехали отсюда? Ну, самое главное, что... Да. Из Умской области все уехали. С Дальнего Востока все уехали. Фактически создают условия. Вот сейчас принимали, да, ряд там новых законопроектов, связанных с поддержкой. Вот создают так называемые территории опережающего развития Торы, где там снижаются налоговые и другие преференции. Ну, их создают там. Это, к правилам, моногорода на востоке страны обращают внимание на Дальневосточный округ. А что Дальневосточный округ? Что у нас в Сибирском округе ситуация лучше обстоит? Вообще. Да по стране везде. Везде, кроме регионов Питер, Москва, Краснодар, ну, отчасти, может быть, Ставрополь. Остальных-то регионов народ вымирает, разбегается. А там, если пополняют в этих регионах, то это за счет приезжих. И во что, огромную территорию страны бросаем? Войну защищали не пядей земли, а здесь все бросаем. Кто ее осваивает? Я еще понимаю, что осваивали бы на новых технологических принципах. Мы бы запустили каких-то там робот, когда один человек может работать за 100 по производительности труда, но этого же ничего нет. Ничего нет. А если иметь в виду, что сейчас резко сокращается приток рабочих мигрантов из Средней Азии в наши регионы, они поехали в Китай на заработки. Ну да, мы платить-то не можем столько. Ну да, люди, понятно, они же приезжают сюда, бросают дома, семьи, детей, жен для того, чтобы заработать, содержать их. Буквально, по-моему, из Таджикистана в два раза меньше стало приезжать из Таджикистана. То же самое с Украиной, ну в связи с ситуацией тоже. И что? И что мы получаем? А зачем эти указы? Ну вот, ждите, товарищи. Ждите. У нас эти указы, как тот автомат, я помню, по-моему, в 60-е годы, где-то на Украине, в Харькове, поставили книга жалоб, тогда было модно, мы пытались навести порядок в сфере обслуживания, поставили микрофон, и магнитофон якобы, он должен был записывать жалобы граждан. Но выяснилось, когда пришли комиссии разбираться, там только стоит один микрофон, ничего никто не пишет, но люди приходили и жаловались. Выговорятся. Да, выговорятся. Вот у нас сегодня, да, человек слушает, ему рассказывает, со всех каналов и все прочее. А если ты начинаешь ругаться на эту власть, да, то все уже приняли. Тебя уже приняли, уже, так сказать, первые СМИ. 30 тысяч рублей уже выписали. Первый человек, который там, так сказать, то ли репостил, то ли что он там делал, ему уже тоже прилетело. Ну что же, ребята, терпите и заткнитесь, извините за грубое слово. Вот власть будет вам вещать, вешать обещания на ваши, так сказать, уши. Вы ее не слышите, терпите все, ну, цена очень велика, которую мы за это в итоге заплатим. Уже заплатили, а платить будем еще больше. Так и дети наши ведь, и внуки, не только мы. Мы-то, как бабушки рассуждают, мы-то ладно, я-то че. Ну, вы как раз, они против внуков и работают. А если они думают, что они не могут понять, что их терпение, их долготерпение кончается трагедией для их внуков. У которых, даже если они получили какие-то дипломы, образование и так далее. Работы-то нет. Работы нет, зарплаты нет. И человек квалифицированный, пусть то рабочий, конечно, ну, кто сегодня из молодых людей. Да, бабушки могут терпеть пенсию там 8 или 10 тысяч рублей. Но кто из молодых людей будет работать за такие деньги, да еще в условиях Сибири, да? Или в условиях там суровых климатов. А у нас в основном климат такой, у нас регионов более-менее, так сказать, с мягким климатом раз-два и обчелся. И туда все не поместятся просто-напросто. Вот, ну, заслуга старшего поколения, которое, так сказать, заставляет терпеть. Ну, что ж, видимо, чашу мы до конца не испили. Но в этих условиях будем стараться объяснять людям, насколько может быть. Ну, главное, конечно, учитель жизни. Но пока телевизор, как говорят, опять извините за избитую фразу, пока телевизор побеждает холодильник. И пропаганда, так сказать, правительственная плюс административный ресурс делает свои дела. Народ терпит, а власть обогащается, обогащает своих людей. Шмоная, опять, простите за сленг, по карманах наших терпеливых, порой трусливых, порой недумающих, так выразим, найдем это словечко, граждан. Ну, за все придется расплачиваться. И мы вместе с ними сидим, да? Ну, и мы окажемся в этой команде. Мы в одной лодке или на одном корабле. Александр Сеевич, по поводу пенсионной реформы. Конституционный суд отказался рассматривать запрос КПРФ о пенсионной реформе. То есть, самый справедливый суд в стране счел этот большой обман граждан России законным. Я правильно понимаю? Ну, правильно вы понимаете. Надо сказать, что нам было очень непросто. Вот в связи с итогами выборов в Думу мы разговор начали об итогах работы Думы. Чтобы наш избиратель, я напоминаю, я думаю, что люди, кто следит за ситуацией, знают. Для того, чтобы обратиться в Конституционный суд, и было дело принято рассмотрение от парламента, от Государственной Думы, необходимо 90 подписей депутатов. У нас 43 во фракции. Нам пришлось очень много поработать, чтобы присоединилась и справедливая Россия. И очень долго упирался ЛДПР, господин Жириновский. Но в итоге, наверное, понимали, что это будет истолкован народом. Набрали с огромным трудом, набрали эти 90 подписей. Это была непростая работа, уверяю вас, это внешне выглядит. Так называемая оппозиция, которые из себя бьют грудь кулаком? Совершенно верно. Ну, мы ранний раз, я просто не хочу уже тратить и время, и патроны на эту ситуацию. Мы еще будет время поговорим перед выборами. И обратились. Суд рассмотрел. Суд, который перевели в Питер, да, там и сейчас у нас находится, заседается суд. Название-то какое? Конституционный? Обустроили, да. Вот. Ну, ничего лучше не нашли о том, что если сводить и заголять все, то в Конституции нет запрета на повышение пенсионного возраста. Вот и все. А все остальное, что присущее, о том, что нельзя принимать законы, ухудшающее положение, это все нет. Запрета же нет. Все. Когда мы еще раз говорим о том, что вообще право в современном буржуазном российском обществе это воля господствующего класса, а у нас это вот эти олигархи, многие питерского происхождения. Вот их воля возводится в закон, это и есть современное российское право. И Конституционный суд это четко показал. Мы еще раз тоже неоднократно знаете, в других странах ставится вопрос о снижении пенсионного возраста. В Италии. У тех же китайцев. В Италии, в Китае. Оно и понятно, что в стране, где есть безработица, ну формально она вроде у нас там по их стандартам 5%, но это же кто состав безработицы? Это же прежде всего молодежь. Ведь посмотрите, сколько людей, имеющие дипломы, я специально говорю, я знаю уровень и качество образования, но люди, имеющие диплом образования, работают по специальности. Сколько? Менее половины официальная статистика, я думаю, что и третья часть. А с учетом лукавой нашей статистики, по специальности они же тоже разные направления, широкая сфера. Он планировался в одно в этой отрасли, а в итоге оказался там где-то опущен, загнан в угол, ну вынужден быть. А другие уходят с этими дипломами, занимаются, ну кто чем может, кто куда устроился. Поэтому Конституционный суд, надо понимать, что суды обслуживают интересы крупного капитала, буржуазии и власти. Последний акт, когда Конституционный суд имел совесть, и, в общем-то, и Зорькин надо тогда отдать должное, он проявил гражданское, так сказать, мужество, это когда он обозначили в 93-м году, в сентябре указ Ельцина 14.00 переворотом, незаконным антиконституционным актом, переворот. Все, после этого у нас пошла. Потом подломали, собирали туда определенный состав, и Конституционный суд принял такое решение. Ну вот просто те, кто думает, что в современных условиях, в правовом поле можно добиться правды в интересах большинства, или ограничить, я уж не говорю ущемить, ограничить безудержные хищнические аппетиты российского капитала, российской власти, да нет. Назначают-то, кто их всех назначает? Все назначается президентом, все согласуется с ним. Поэтому о независимости ветвей власти, о совести, ну, говорить приходится... Какая власть, такие суды. Да, это так. Это так. А все это, когда нас дурачили, когда, ну, я не про себя, на данном случае, мне было понятно, в общем, достаточно быстро все это разобрался, но когда людям говорили и разделение властей, и так далее, и что к чему свелось. Была честная советская власть, которая родилась из диктатуры пролетариата. Там было ясно заказано, власть служим интересам трудового народа, прежде всего пролетариату, и трудовому крестьянству. И из их интересов исходя, это большинство, мы выстраиваем линию. Поэтому ущемляем эксплуататоров, ущемляем паразитов и так далее. А этим стараемся помочь. Страна не богатая, но мы будем делать все возможное. Это было честно. И исполнительная власть, у советов было соединение законодательной и исполнительной власти. И это было честно. А сегодня разделение и все прочее, это просто фокусы, чтобы в этот омут якобы правовой затянуть людей, запутать. Но диктатура буржуазии, она идет. Просто это дым, туман, маски, лицемерие, в которых втягивают людей. Человек, у него глаза разбегаются от этих действующих лиц исполнителей. На самом деле, линия как кинжал пробивает грудь человека и добирается уже до сердца нашего народа. Но Конституционный суд здесь не защита. Александр Сеевич, сейчас задам я вам, наверное, риторический вопрос, потому что все те вопросы, которые перед этим вы отвечали на них, они, собственно говоря, являются ответом на мой последний вопрос. Но тем не менее, я его задам. Потому что это последнее исследование Левада-центра. Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд за все годы исследований. Положительно оценивают его роль в истории России 70% наших граждан. То есть, да, казалось бы, эпоха Сталина где? И где мы сегодня находимся? И тем не менее, Иосиф Виссарионович побил исторический рекорд своей популярности за все время. Это что вообще, Александр Сеевич? Это запрос общества? Да, это запрос общества. Алла Юрьевна, я бы еще на другой момент сконцентрировал внимание. С 1956 года со времен докладов, пресловутого доклада Хрущева на 20-м съезде шла мощнейшая кампания. Потом был перерыв внутри страны во времена Брежнева. Брежнева ослабла. Мало того, уже тогда возникал вопрос. Народ достаточно быстро, менее чем через сколько, 20 лет. Запрос на Сталина появился, и люди старшего поколения помнят, как в автомобилях, автобусах, на лобовом стекле возили тогда, так сказать, ну, не тиражировали портреты Иосифа Виссарионовича Сталина. Народ и тогда чувствовал, что что-то не доделывают и прочее. А уж когда при Горбачеве, когда с середины 80-х годов началась буквально вакханалия антисталинизма, когда уж в каких смертных вегах, в каких зверствах. Кстати, ну, известный лжец, получивший Нобелевскую премию, да, написавший серию огромных романов выдуманных, клеветнических о периоде сталинизма, да, о гулагах и прочее, представляя вообще монстрами, зверями, которые руководили страной людей. И вот под этим прессом, ведь молодое поколение, или точнее люди теперь среднего возраста, они в течение, по сути дела, вот 30 с лишним лет прямой атаки, да, мемориалы, какая-то шушера не собиралась и не делала. Я говорю это с полной уверенностью, я сам сын репрессированный, я знаю, у меня отец в Томске Асенлаг есть такой, гулаг, Асенлаг там баланы катал, едва живой остался и все прочее, я имею право, я знаю, и отец, не скажу, что у меня любил Сталина, но признавал величие этой фигуры, так вот, людям внушали, что это тиран, что это кровавый палач, что только из него не творили, и по-доброму должны были бы забыть, добыть, нет, добиться своего, что имя, как говорится, никто, только тайком на ухо произносили, а здесь опрос 70%, о чем это свидетельствует, вот для нас, для оппозиции, для коммунистов, я думаю, это не просто добрый знак, да, мы к Сталину относимся соответствующим образом, да, мы считаем, что это один из величайших людей не просто нашей страны, а планеты, вот, по своим заслугам, но, оказывается, правда историческая и факты, которые скрывали, они все равно пробивают, они как шило в мешке, они проходят, они доходят до людей, и люди понимают, даже сегодня, оболваненные, одураченные, необразованные, без кругозора, они понимают, для них уже Сталин, как звезда путеводная становится, они понимают, что Сталин это величие страны, это преодоление всех бед, это великие победы, это великие достижения, и остается главное, что есть в истории, и вот для нас, коммунистов, когда нас ведь тоже хоронили, а с идеологией, все, кончено, дурачки, или наймиты, или люди недалекие могут такое сказать, кто не понимает ни сути, ни значения, ни предназначения, так сказать, главного алгоритма развития планеты, потому что вся история человечества, это пробиваться сквозь навалы вот этой человеческой подлости, низости и прочее, через этот тоннель к жизни, где человек будет человеком, вот, будут завалы, будут обвалы, будут промоины, которые проваливаться будем, но все равно это движение неуклонно, и вот то, что Сталина сегодня 70% населения вспоминает и оценивает положительно, они, извините меня, вдохновляют и нас, о том, что в нашем сложнейшем деле, вот, я буквально на днях с товарищами говорю, не все работают так, как должно, не все бьются, как положено, я говорю, я понимаю, когда три десятка лет, 30 лет, это целая жизнь, для молодого человека это вообще вечность, и за дня в день надо заниматься этими вещами в условиях ограничений, сложности, рутины, глупости, подлости, предательства, противодействия и прочее, я понимаю, что у человека есть определенный запас нервно-психической энергии, этой дорогой надо идти, а во всяком случае, если не можешь уже сам идти, открывать дорогу другим, уступать дорогу другим, так вот, когда поднимают люди, это запрос на величие страны, это запрос на национальную, многонациональную в нашем случае, гордость, они понимают, вот, сейчас приближается, ну, день великой победы, да, и они понимают, что это опять будет триумф Сталина, триумф Сталина, поэтому не случайно организаторы, как тараканы по горячей полете забегали, маршалов победы не носите, красные замена не носите и так далее, превратим, так сказать, бессмертный полк в похоронную процессию, так сказать, тихонько пройдем, за этим полком великая победа, он становится бессмысленным, без красных флагов, без полководцев этой войны, которые пришли, это люди, память, она становится, ну, мы каждый, к сожалению, в этой жизни либо уже проходил, когда провожал дорогих и близких людей в последний путь, но это другой вопрос, это дорога, в которой прошел наш народ, победитель, и портреты, кого несем, не Николая Второй, как у нас там, одна депутат Государственной Думы, а тех родных, близких, кто либо пал, либо воевал на этой войне, вот, но отделить победы без Сталина невозможно представить, победы без красного флага, знамя победы, это не победа, я повторяю, а просто шествие с портретом, так сказать, родных и близких, но это похоронная процессия, а для нас это великое событие, это память о нашем величии, о нашей великой победе, и о том, что мы это помним, а пока мы помним, победу у нас при всех потерях до конца не отобрать, а значит, у нас есть пути к национальному возрождению, к тому величию, которое было у нашего народа, и которого он на самом деле достоин, я думаю, что организаторы всех этих шествий сами испугались, когда эта река народной памяти начала пробиваться, и она пробивалась не только в память о близких, ушедших из жизни, или бывших на полях сражений, но это память о той власти, о руководителе государства, о той партии, которая организовывала народ на эту победу. Поэтому востребованность Сталина, потребность в сильной, правильной, честной власти, власти во имя трудящихся, власти, которая сделает, может защитить, и которая не отбивается от нападок и санкций только меморандумами, заявлениями в Совете Безопасности, да и сам Совет Безопасности не был бы возможен, если бы не было нашей великой победы, если бы не было такого руководителя, как Сталин, мы еще, скажем, проживаем наследие его, его гения государственного, его величия. Ну и понятно, что они всполошились, они всполошились, потому что Сталин, это значит коррупция. Нет. Коррупции, коррупции нет, воровать нет, обдирать нет, когда... Деньги у людей. Да, деньги нет, счетов у вас, ребята, не будет, ну, Сталин на определенном этапе, он где-то синоним духа нашего народа, сути нашей власти, которая была советской, сути партии, которая была большевистской, которая выражала и организовывала народ. Ну, я повторяю, для нас это еще один стимул, извините меня, добрый знак, от того, что бьемся, я имею в виду коммунисты, коммунисты, не зря. Народ рано или поздно, ну, желательно пораньше, пораньше, возвращаясь к своим истокам и понимает, что другого пути для России, для нее, нет. Спасибо, Александр Алексеевич. Вы смотрели Акцент с Александром Кравцом. Увидимся в следующую субботу. Акцент с Александром Кравцом. Продолжение следует...